Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Антон Деркач и уже более 7 лет я работаю в сфере пульмонологии. Вот почему я особенно порадовался, когда на экзамене по пропедевтике внутренних болезней один из вопросов был синдром полости в легком. Разумеется, я нашел, что ответить и получил за этот вопрос пятерку. И теперь я решил записать небольшую видео-лекцию, в которой поделюсь с вами некоторыми мыслями на эту тему, чтобы и вы смогли успешно ответить на экзамене. Но самое главное, это конечно же не экзамены, а ваше будущее, врачебная деятельность. И чем в больших медицинских вопросах вы будете подкованы, тем более эффективными врачами вы станете, чего я вам и желаю. И буду рад, если в этом видео вы сможете найти то, что поможет вам на этом пути. Итак, как же проявляется синдром полости в легком? Начнем с физикальных методов исследования. Внешне мы видим отставание грудной клетки в акте дыхания на стороне поражения. Над полостью будет усилено голосовое дрожание и бронхофония. Перкуторно будет определяться темпанический звук над полостью. Однако все это будет лишь в том случае, если полость в диаметре больше 4 сантиметров и располагается поверхностно. Аускультативно, в случае если полость сообщается с бронхом, мы услышим бронхиальное дыхание или его разновидность амфорическая. Также характерно отделение большого количества мокроты. Поэтому кроме физикальных методов определиться с диагнозом нам помогут такие исследования, как клинический и бактериологический анализ мокроты, рентген, а лучше компьютерная томография, и бронхоскопия. При каких же заболеваниях может образоваться полость в легком? При абсцессе легкого, дренировавшемся через бронхиальное дерево, при гангрене легкого, при раке легкого в стадии распада, при фиброзно-ковернозном туберкулезе, при бронхоэктотической болезни, при эмфиземе легкого, когда формируются буллы. Также не следует забывать о таких более редких, но не менее важных заболеваниях, как грибковое поражение легких аспергиллез и паразитарные заболевания, эхинококос и параганимоз, который вызывается, как вы помните, легочной двуусткой. Как же выяснить, какая именно патология привела к образованию полости именно у вашего пациента? Дифференциальная диагностика этих патологий достаточно объемна, поэтому я назову лишь наиболее характерные отличительные признаки каждой из этих патологий. При абсцессе легкого характерно резкое снижение интоксикации и лихорадки после прорыва абсцесса с дренированием через бронхиальное дерево, при этом гнойная мокрота, отходит полным ртом. В этот момент на рентгене мы видим полость с горизонтальным уровнем жидкости, аускультативно слышим амфорическое дыхание, возможно влажные хрипы. При посеве мокроты выделяется возбудитель и его чувствительность к антибиотикам, после чего можно перейти к этиотропной антибактериальной терапии. При гангрене легкого отделяется много зловонной мокроты, из которой можно высеять анаэробную флору и также подобрать соответствующую антибактериальную терапию. При распаде рака легкого мы имеем дело, как правило, с мужчинами старше 50 лет с большим стажем курения. Характерно кровохаркание, интоксикация, неэффективность антибактериальной, да и любой другой терапии. При фиброзно-кавернозном туберкулезе происходит распад очага казиозного некроза с выкрашиванием через бронхиальное дерево, образуется каверна. При этом при многократной сдаче анализа мокроты определяется положительная палочка Коха БК+. На рентгене и компьютерной томограмме чаще всего мы увидим в верхушках легкого полость, окруженную инфильтратом. У таких пациентов в анамнезе характерно длительный субфибрилитет, беспричинная усталость и кашель. При бронхоэктатической болезни характерно отделение большого количества гнойной мокроты по утрам. Пальцы таких пациентов часто деформированы в форме барабанных палочек. На компьютерной томограмме видны бронхоэктазы, как правило, в нижних долях легкого. При имфиземе легкого происходит деструкция межальвеолярных перегородок с повышением воздушности легочной ткани. Перкуторно над всей поверхностью легких коробочный звук. При формировании булл – тимпонит. При аспергеллезе из мокроты высеивается плесневая грибковая флора. При паразитарных инфекциях в мокроте могут обнаруживаться яйца гельминтов. Также будут характерные изменения на рентгене. Вот основные признаки, которые помогут определить характер патологического процесса в легких, который привел к формированию полости. Итак, грамотно собрав анамнез, обследовав пациента и проведя дифференциальную диагностику, вы сможете назначить правильное лечение. Просмотрев это видео, вы узнали, как проявляется синдром полости в легком, какие патологии могут привести к этому, а также основные дифференциально-диагностические признаки. В заключении, я хочу поблагодарить своих подписчиков за просмотры и лайки. Если вы до сих пор не подписаны на канал проект Антон Деркач, вы можете сделать это прямо сейчас, нажав кнопку подписаться под этим видео. Таким образом, вы сможете не только первыми узнавать о выходе новых выпусков, но также поспособствуйте развитию канала. С вами был Антон Деркач, спасибо за то, что вы с нами и увидимся в следующих видео лекциях. Берегите себя!